МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обновленный декрет о попереджении социальных утроманства повинен быть готовы до первого костричника. Такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Керанюк Державы выслухал сегодня доклад об демографичной ситуации и саденниче незанятости насельництва. Обновленные нормы документа зоны отказности мясцовых уладов. До этой работы пропануются долучиться и депутатам. Кожный, кто хочет працавать, повинен иметь такую махшимость, вернув увагу президент. Тому органы улады повинны оказывать допомогу усим, кто у этой мая потребу. Активно наладживать перенавучание грамадян, саденничать им организации своей справы. Особливую увагу треба звернуть на ту категору, яка не жадая працавать. Гэтую проблему означу президент замоучивать нельга. Сегодня отбылась отгрузка буйной парты комбайнов для господарок Гомельшны. 49 новых машин в творчестве Гомсельмаша пополнить в парке господарок у 18 районах в области. У первую чергу яны отправятся туда, где нагрузка на один комбайн складает больше за 300 гектаров полеузерневых и зернебобовых. Новая техника набыта за бюджетные сродки. Гэты модели КЗС-9 и КЗС-12, призначены для уборки сборжевых и кукурузы. Середний кошт одной машины – около 200 тысяч рублей. Пытаниями их перед продажной подрихтовки и технического обслугования занимается предприемство Гомель Агросервис. Усяго зараз у регионе на полях працует 1318 комбайнов, и новые машины станут истотной поддержкой аграриям. Комбайны идут не на замену, а комбайны идут в дополнение к имеющимся в наличии у хозяйствах комбайнов, для того, чтобы снизить нагрузку на уборочные площади, для того, чтобы оказать существенную помощь нашим аграриям Гомельщинам. Это улучшенная модель. Здесь конструктивно есть изменения. Особенно изменения коснулись комфорта для работы механизаторов. До речи, уже зараз идёт подрихтовка техники до осенних полевых работ. Специалисты ремонтуют тракторы, которые будут заденечены в сяубе Азима-Гарабсу. Тым часом три района Гомельской области убрали больше 50% площадь зерневых и зернебобовых культур. По оперативных дадзинах «Экваторжнева» переодолили господарки Гомельского, Речицкого и Хонецкого районов. По темпах уборки до лидеров наблюжаются Брагинске и Добрушске. Самый высокий уроджайный сборжевых – 36 центнеров с гектара – сегодня Майоречицкий район. В среднем по области гэты Пакашек складает 29 центнеров с гектара. Усяго в регионе сборжевые обмолоченные на 33% площадью. Агульный намолот перевышает 360 тысяч тонн. По разликах специалистов, валовый сбор сборжа без кукурузы повинен скласть 1 млн 150 тысяч тонн, что больше, чем у минулым годе. Межтым важно не только собрать уроджай у термин, а ле избирах чьего. Супрацовники МНС, уместно с работниками сельгазпредприемств, зараз проводить выездные рейды. Як проходить проверки безпеки на Жневе, высветляла наш корреспондент Вероника Ворошилина. Не глядяши на спякоту в Доброжском районе, як зрешто и в остатних кутках в области, комбайны уполи с самой ранницей до позднего вечера. У такой, саправды, тропичная надворья не складаны и перагреца. Каб не допустить гэтага, людей треба забеспечивать пятной водой, а технику супрать пожарными сродками. Все обеспечили комбайны огнетушителями, песком. Постоянно дежурить у нас техника своя, правда. Мы не привлекаем пожарные машины. Своя приспособленная техника на бочку РЖТ с насосом и трансбоем. Это на случай вдруг возгорания. И возле комбайна дежурить постоянно у нас трактор, который с плугами. Ну, вдруг надо где-то опахать, мало ли какие случаи. Перед каждым выездом у поля обовязковый инструктаж по охове працы и супрось пожарной безпецы. Его проводят супрацовники МНС с уместно с работниками сельгазпродприемства. Мета контролюющих рейдов по перереджению надзвичайных ситуаций у приватности узгорания. Основная увага супрацовников МНС на явности сродков пожаротушения и пристосованные для гэтых металлтехники. Данные рейдовые мероприятия проводятся с целью контроля за обеспечением пожарной безопасности в период уборочной кампании. Проверки знаний работников при уборке урожая, их действиям при возникновении пожара, знания первичных средств пожаротушения, а также обучение работников, задействованных в уборке урожая, правильным действием при возникновении пожара. И в Гомельском районе уборочная не спыняется ни на хвилину. Технику до селетней компании тут так само подрехтовали за годя. Провели ремонт и закупили необходные супрось пожарные сродки. Так само великая комплексная работа была проведена с людьми. Инструктажи по охове працы и супрось пожарной безпецы тут обовязковый штодионный ритуал. А разом с комбайнами у поля зауседы специальная техника для тушения пожаров. Рейды и мыны с аграрой у неполоха, хоть на двород, да их рекомендации тут зауседы ставятся серьезно. С сотрудниками МЧС, конечно, проводятся периодические проверки и в полевых условиях, и на самих сушильных комплексах. То есть, если есть хоть малейшие какие-то отклонения, даже лучше сказать рекомендации дополнительные. То есть, они производятся и мы прислушиваемся к ним. И в случае оперативного решения мы всегда созваниваемся и совет спрашиваем, если нужно. А кроме выездных рейдов МНС, подчас уборочной проводятся и проверки держа аутоинспекции. И они накированы на повышение отказности водителям сельгазтехники. Это махчимость и шерстно гадать, что транспортный сродок – объект повышенный небеспеки, особливо у такое гарачае на дворье. Проверяем физическое состояние водителей, в первую очередь наличие водительских удостоверений соответствующей категории регистрационных документов, чтобы техосмотр на транспортное средство был пройден. Мы призываем, чтобы водители были более дисциплинированы, использовали такое транспортное средство, которое надлежащего качества, будем говорить так. И не употребляли, конечно же, спиртное, в первую очередь. Соблюдали скоростные режимы и правила обгона. Супрационники МНС и ДАИ отзначают – подчас выездных рейдов серьезных порушений не выявлено. Так само подчас все летней уборочной кампании не было зафиксовано надзвычайных ситуаций. У аграру застается лезть больше за два тыс дня, чтобы в якостный термин собрать новый урожай. Верникова Рашилина, Игорь Марышченко – телерадуя кампания «Гомельс» Добрушского и Гомельского районов. У Светлогорским районе некольких адзин тушили нырхтованную драунину. Выратовальники районных подразделений МНС выехали по поведомлении об узгорании на часовом складе парыцкого лесництва. На пляцовце горели два строг штабеля у лесу. Для ликвидации пожару было заденечено 18 одинок техники и больше 60 человек. Пошкоджено 400 кубичных метров драунины. Причина пожару высветляется. До инших тем. Практично все места, створенные областным наркологичным диспансеры для лечения залежных людей, постоянно заняты. Правда, чекаемый выник досягается не за усёды. Не глядячи на то, что порушение режима может погрожать наводцемяродным заходам, некоторые пациенты знову звертаются до шкодных звычек. Закрытую установу наведали наши корреспонденты. Здыматься на телебачене пациенты наркологичного отделения не погаджаются. У рэште алкогольная ци наркотышная залежность – это не та хвороба, об якой рассказывают циншим. По словах медиков, практически все 60 месяцев постоянно заняты. А у червени этого года на их увогуле была черга. Эффект у диспансеры гарантует, але кажут, что всё залежит от самого пациента, не который начинает уживать алкоголь практически у день выписки. Кто приходит без мотивации, естественно, срываются. Кто приходит с мотивацией, может привезти препарат на год, а не пить по 7-8 лет. У нас есть пациенты, которые не пьют больше 20 лет. Но они всё равно приходят, потому что желание выпить периодически появляется. При этом все пациенты обовязково попередживаются. Порушение режима может привести до самых негативных наступств, уключающих смяродный заход. Больше дисциплинованными оказываются люди, которые приходят ляшиться по уластным жаданям. Усе процедуры для них проводятся анонимно. И навык на специальный наркологичный улик такие пациенты не ставятся. Консультации, обследования, процедуры возвращаются к себе домой в свою привычную обстановку. На следующий день, если есть необходимость, снова к нам приходят для совершения своего курса лечения. И также в нашем отделении оказывается психотерапевтическая помощь для зависимых пациентов и иглорефлексотерапия. Особенно эта иглорефлексотерапия актуальна для желающих бросить курить. Пациенты наркологичного отделения у переважной большинства не просто аматоры выпить. Шмат хто может находиться у запои по месяце. Рекордсменом з'является гамельшанин, який уживал алкоголь без перепынку на протягу паугода. Сушасное обсталявание допомагает поставить докладный диагноз. А тому медики зауседы ведают, какие леки потребны каждому конкретному пациенту. На жаль, только на смену одним обовязково приходят іншые. Это сусветная статистика. У любым громадстве зауседы будут слюзи, яких можно отнести до залежных. Если душевное расстройство, различные авторы относят количество этих людей где-то в рамках 1-2% от популяции. Серьезные проблемы у людей с алкоголем 4%. В целом злоупотребляющих, скажем, алкоголем 10% от населения. Олесин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокампания «Гумель». Все реально позбавиться от згубных звычек без допомоги урачов. Як отримать лячене бесплатно и что делать, коли залежность разбурая семью. Про это пойдет размова завтра у программе «Диалог» на телеканале «Беларусь-4». Гостем студии станет главный урач Гумельского областного наркологического диспансера Андрей Васо. Программа выйдет в эфир в 19.01.20. Свои пытания вы можете задать по номеру телефона промога эфира у Гумеля 77-68-45. В ближайшую неделю свое профессионное свято означать люди, які свое житё звязали с Чыгункой. С этой нагоды у Гумеля пройшел урачистый сход. Начальник Гумельского отделения беларусской Чыгунки Рыгор Дворак подвел уголовные выники минулого года и первого поугодия 2017-го. Так, за сё летние 7 месяцев перевезено амаль 7,5 миллионов человек и больше 23 миллионы тонн грузов. На буйных станциях з'явился вай-фай усталяванной системы видеоназирания. В уголе полепшилось информационное доведочное обслугование пассажиров. Завершена реконструкция усіх вокзалов в районных центрах. Тым, хто внес у гэтае достигнение особливый уклад, напереды Дні Святы уручили в знагороды. Меня сегодня поощрили за добросумленную працу на беларусской Чыгунце. Третьей степени. Вы знаете, я люблю железную дорогу. Я считаю, что железная дорога это одна большая семья. Гордость переполняет за то, что я отдала 38 лет железной дороге. Ни разу, ни разу в жизни я не пожалела о том, что я работала на железной дороге. Нагрудный знак за безаварийный пробег на локомотиве 500 тысяч километров. Я как-то доволен, что руководство оценило труд не только меня, многих машинистов, инструкторов, стесарей локомотивного депо «Гобель» и вообще всего всей организации Гомельское отделение беларусской железной дороги, что очень много было сегодня наград, было очень приятно аплодировать. Сегодня лясы Гомельской в области пополнили омаль 40 высокородных оленев. У природы их выпустили супрационники областной организационной структуры Белорусского товариства поляуничих. За акцией назирал Олег Сентюроу. Ранее высокородные олени на территории Гомельской в области были выселяки мрази, а к поляуничий трофей. Их можно убажить и аж на фотосдымках конца 50-х годов, минулого 100-го года. Теперь стоит задача обновить популяцию практически на всей территории. Была первыми на Гомельске за обновление популяции оленей взялись в Национальный парк в Припятске. Зараз тут можно убачить довольно великие остатки. Минавито нацпарка летость перевезли к лето 30-й живел в Гомельский район. После годового утромания в специальном вольере живел выпускающую природу. Таким чином лясы Гомельского района пополнились еще 36-ю оленями. А прича этого довольно значная популяция этих живел зараз в Калинкевском районе, невеликие в Житкевском, Мазерском и Нараулянском. Раз-два-три годы на высокородных оленях можно будет починать авиационное поливание. Мы на сегодняшний день ведем полную депопуляцию дикого кабана в природе. И с этой целью, для того, чтобы создать определенные условия охотникам, не только белорусским, но и гостям, мы занимаемся расселением оленя. Разведение на Гомельске не высокородных оленев отбывается в рамках державной программы белорусской лясы. Основная частка сродков выдатковывается обоснованным бюджетом. За бюджетные сродки до речи отбывается и догляд за живелами. Минулый зимой, например, для кормления высокородных оленев было выкрасано только сборжек или 5 тонн. У вогули кормов для этих живел на Гомельске не хапая. Основная вороги у природе – волки и собаки. А про это есть выпадки браконьерства, а это очень небезпечный заняток. Самое мягкое покарание – штраф у 500 базовых величин. Продукрежена и криминальная отказность. Уголовная ответственность согласно статье 282 «Незаконная охота» без надлежащего на то разрешения в заповедниках, перемещения животных, транспортировка. Максимальный срок наказания до 6 лет лишения свободы. ГТ и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvgomel.by Далее у эфиры спортивный огляд. З новинами спорта вас познайомит Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин